Это канал Таллинга. Приветствую вас! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в DimaTorzok Пойдем? Добро пожаловать в DimaTorzok 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 Только что шашлычок тут жарили Добро пожаловать в DimaTorzok 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 собой не знаю это очень позитивная энергия на променаде счастливых людей я бы сказала лучшее помните когда я была на крите на вилле тишина и как сверчки пели здесь тоже кузнечики сверчки места которые лечат душ вот у меня места вот такие вот огромные поля где ты выходишь во-первых прекрасный обзор и ты можешь не париться своих собак которые гуляют я за них радуюсь что они меня спокойно могут бежать наслаждаться всем этим и нет людей для меня вот места где нет людей почему это как бы шикарные места знаете я так все время думаю о том что как часто мы какие-то вещи ставим превозносим так скажем как-то кажется нам вот это важно вот но я такая знаете была купила камеру эту за 1000 евро когда мне деньги вернули за дом по суду вот я вот захотела как раз у меня был так едва смо да вот это вот вот такой вот приподнят на настроение решил ну надо хочу купить камеру буду снимать влоги вот не поперла снимаю все время телефоном и так далее потому что важно конечно качество но контент важней вот потом купила для телефона потому что вот часто снимала такие видео когда я иду вот как сейчас правда на вытянутой руки вот и иду и что-то говорю потому что раньше такие видео у меня были очень часто я шла вещала говорила о чем-то о том что на сердце и так далее купила для этого и микрофон и селфи палка у меня было и купила специальный такой знаете стабилизатор куда ставишь мобильный телефон он тоже сто 120 евро стоил это все она покупала когда зарабатывала в греции то есть мне казалось что все это мне нужно без этого я ничего не могу и сейчас когда ты в общем-то стал мужская с блогером вот а ты ничем нет им не пользуешься все лежит мертвым грозам и даже селфи палку которая в общем-то да она там на расстоянии у меня снимает у меня штатив с этой селфи палкой да то есть хочется сказать что-то у меня это всегда такое думаю вот я сейчас буду бегом заниматься и потом вышла один два три раза забросил сейчас я велосипеде хочу хочу все буду ездить на велосипеде буду уходить у меня здесь вот променад буду на велосипеде ездить купил велосипед пару раз проехала как ребенок честное слово правда этому всему тоже как бы есть объяснение потому что лень вот этот велик вытаскивает знать вот но есть такое дело тащить его тяжело и мне почему-то не комфортно на этом велосипеде ездить мне неудобно на нем то есть я не получаю кайф от езды на велосипеде вот так скажу вообще это плохо конечно но сам факт имеется ввиду что человек все время находят какие-то конечно больше про себя поверьте мне не одна такая то есть мы всегда находим повод почему мы и занимаемся здоровьем здоровым образом жизни где моя собака 2 теодор господи ты боже мой он залез куда-то маленький но кто это такой я понимаю сейчас высоты уже своих лет да мне раньше казалось что вот эти вот моменты у меня будут давать мотивацию да то есть ребенку купили гитару кто-то думает он сейчас начнет трындеть да нет если он не хочет этого делать он все равно и будет хоть какая у него золотая гитара будет или скрипка от погони не все это все равно идет до тайна разнутри и от сердца поэтому вот конечно заставлять самому себя что делать человек очень тяжело мне тяжело проходи татур проходи вот и имеется ввиду что то есть вы вырисовывается со временем какие-то более такие важные зерна звенья да вот что там важен сам бег на самом деле важно получать кайф от того что ты делаешь если у тебя есть знаете желание писать не обязательно сразу покупать холст масляной краски лучшие кисти там так далее да то есть это доказывает когда вы идете в музей и смотрится когда великие художники путешествовали у них был один белокнот там какой-то карандаш вот который нечем было заточить да но они рисовали потому что у них это перло они хотели нарисовать передать то есть для них это было важно и они получали сами этот кайф посидим посидим она хочет босиком пройтись о ребята как мне не хватает крита ощущения ложенькие ощущения вот этой природы вот он передать прямо да здесь тоже из природы но утром я одеваю знаете спортивный костюм слепки крокса я уже говорил об этом а на работе я езжу форме и все когда приезжаешься есть что поделать дома и когда человек одинок он так редко куда-то выходит сам у кого есть мужья которые не ленятся куда-то выходить да или там встречается с друзьями еще что-то да ну конечно ты будешь одевать красивые вещи и чувствуете женщиной иногда я говорю найти ты паришься в каком-то смысле да ну то есть как бы да нормально это что главное значит одевать красивые вещи красивые туфли костевые аксессуары красивые сумочки серьезочки не знаю красиво одеваться делать прическу но ребята задайте себе вопрос женщины да да мы можем быть без этого и вот этот второй год он подтверждает да что я вот как как хожу как лохушек понимаете и не потому что в латвии потому что я одинока потому что многое что произошло да да вы знаете что я хожу по операм и по театрам и и путешествую и это вот время оторваться время почувствовать себя женщиной для чего вообще все известные дизайнеры работают восхваляют женщину женскую красоту до женская красота она красиво и натурально но мода фэшн стиль это настолько вы знаете вот моё я насколько это все люблю мне этого настолько не хватает я не много раз хотел снять такое видео и не не нахожу слов мне кажется меня не поймут и да я иногда сейчас говорю ну что ты какая-то разница а у меня на тело за лето не отдела практически ни одного красивого платья здесь очень мало когда одевала какие-то серьги еще что то то есть ну как то вот все это грустно и женщина должна себя баловать и но когда она одна когда есть некуда пойти я разбираюсь себе нафига мне нужна мода нафига мне нужны красивые вещи зачем мне нужно но тогда знаете руки опустятся это перестанешь а знать как женщины перестают красить волосы делать маникюр педикюр что в общем-то в латвии я уже можно сказать и перестала да почему потому что ты не встречаешься с людьми то есть моя работа была гидом и свободом каждый день и представителям туристического агентства в греции и я каждый день встречался с людьми ездила в аэропорт ездил в гостинице и вот это как раз это не есть мотивация каждое утро когда ты стоишь перед открытым шкафом и выбираешь что тебе крутого одеть это так поднимало настроение когда ты стоишь перед своими духами немного духов и я знаю точно всегда что вот сегодня я хочу вот эти эти духи под мое настроение а завтра неизвестно что будет за настроение какие духи я захочу на себя нанести и какие серьги одеть то есть я такой кайф ловила потом ты идешь знаете в автобус а там у тебя шофер симпатичный грек или даже не симпатичный но все равно мужчина твой коллега потом ты ездишь по острову останавливаешься в разных местах общаешься с разными людьми и я постоянно получала комплименты про свой стиль не ради комплиментов я это делал но было приятно что не только я кайфую от этого а что и другие люди могут заметить какие-то моменты и это здорово это здорово вот реально и мои туристы часто мне подчеркивали и вообще а сейчас ну как сказать моя жизнь настолько опустилась я все время задаю себе вопрос что ну это и есть наверное жить можно же также эти все так живут да но я не могу до сих пор поверить что что я сейчас на том уровне где я нахожусь что да мне нравится моя работа мне нравятся мои коллеги мне вообще нравится латвия мне нравится наша природа но почему-то внутренне у меня ну если со дна понимаете вот там ты хочешь не хочешь но все равно у тебя кто-то есть там мне как-то друзья остались там не остались воздыхатели какие-то по ощущению это жизни я не скажу что она что я там на вот прямо стопроцентно счастлива если он там одиноко понимаете но это все по-другому там и конечно мне грустно мне грустно и я не вижу пока выхода и знаете трудно когда у тебя внутренняя дилемма ты хочешь жить и в деревне и в городе ты тебе нравится все натуральное простое ты ценишь за эту простоту людей за там да и в то же время тебе нравится фэшн мода там так далее тебе нравится деревенский остров крит да козы запах овец и это невероятное ощущение вот ни за день могу вам передать да и в то же время я обожаю париж я обожаю все что связано с с этой жизнью я люблю принимать людей такими как и они есть и и кстати хочется про олимпиаду немножко пару слов сказать не будем сейчас я не хочу вступать демагогию или там дискуссии с кем-то что если кого-то хорошо или плохо я много раз ездила в париж и рассказывала после приезда что я иногда поражаю что вы иногда в париже в метро человек будет стоять просто я не знаю в купальнике на каблуках или еще как-то да его никто не осудит не будет на него смотреть тыкать пальцами там смеяться то есть когда ты сначала приезжаешь во францию да посмотрите последний мой как приезда когда ты приезжаешь ты немножко себя неуверенно там чувствуешь потому что очень много людей там и приезжих из арабских стран там и и разных людей то есть это тотально разных я смотрела видео что лондоне примерно так же может быть да вот и ты иногда какие-то неадекваты встречаются еще что-то да то есть и ты себя чувствуешь как бы неуверенно когда про проход по прошествию извиняюсь там день-два и ты возвращаешься в 12 ночи в метро по темным улицам парижа и ты вообще настолько себя чувствуешь уверенно потому что вот те люди которые принимают это общество кругом это общество принимает себя и ты чувствуешь себя уверенно пока ты чувствуешься вот неуверенно где-либо чего-то осуждаешь да ты можешь разные приветы ждать нам то же самое из олимпиады я мне было очень понравилось это было чисто по-французски то есть и да были вещи которые мне не понравилось я бы не включила это туда но когда я слушаю какие-то обвинения особенно смешные от людей которые нифига не понимает как один человек мне говорит я так и не понял почему мертвый человек скакал на лошади понимаете и на что тут сказать я надеюсь что вы поняли да что это призрак оперы и в самом начале всего открытия олимпиады когда дети подземелья на лодке когда их встретил этот привидение там звучала опера призрак оперы до знаменитая гарния где все это происходило и якобы вот эти вот подводные тоннели это как раз были под оперой где были съемки а вот и это призрак оперы то есть вот это опера и это был призрак оперы знаменитый на то есть и франция постаралась совместить в открытие то что как каждая страна как каждая что-то из своей истории и тем чем она страна гордится да там были знаменитые женщины которые добились очень многого в политике в музыке общественной жизни если вы вспомните да потом привязались к этой непонятной картине с осуждением того что якобы это была картина и обижающие то есть они провели аналогию с вот этим обидев христиан всех да но там вообще ну вот вы извините меня и конечно не сильно верующий человек но я там рядом ничего не увидела ничего вообще была другая картина или жила полон на пиршестве аполлона если мне лени не будет я найду вот этот кусок эту картину и вот эта картина она как раз находится во франции в лувре до с которой как раз и взяли этот эпизод этого пиршества это совсем не то что почему-то взяли за вот эту монету и сразу все перевернули и так как хотели перевернуть всегда так неприятно когда люди пытаются перевернуть то чего не было за 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 то что они хотят как-то подчеркнуть особенного понимается где это все происходило вот много очень символики был да папа тема лгпд у них было поднято потому что был девиз открытия олимпиады равенство вот но я бы этого не ставила да ok я не потому что я какой-то ярый противник просто мне кажется но немножко не надо было французы очень легко к этому относятся либо просто не ставил эту тему во главе так скажем она мне показалось было особенно самом начале во главе в общем закроем эту тему не хочу обсуждать но это то с чем возможно я не согласна но все остальное особенно конечно выступление селинди он селинди он просто уникальный человек уникальный певица с сильнейшим характером и мне кажется она вот то как она спела и фильм который сейчас вышел это айм селинди он я селинди он появится уже пять лет борется с страшным заболеванием вот это когда идут спазма всех мышц и насколько я знаю это заболевание не не лечится дай бог мне хочется верить что какое-то лечение найдется и вот этот фильм показаться как она борется и она с трудом иногда даже ходит и говорит даже с трудом и и вот отвлечение вот эти ремиссии которые есть и как она спела на ребята когда вы знаете все это это не может не восхищать потому что наша жизнь борьба вера в свои силы и олимпиада это тоже вера в свои силы да то есть это люди многие побеждают себя я очень счастлива что я мыслю легко я всех принимаю такими как они есть это очень важно для меня мне легко со всеми людьми и я уважаю свободную волю любого человека считаю что никто не имеет права диктовать другим каким ему быть место в завершении олимпийской темы хотелось бы скажем не порекламировать а как-то где-то я даже горжусь потому что я работала просто в этой компании в компании given пусть вы помните я ушла не с великой радостью значит но мне нравится все равно дизайнеры которые делают изделия и сейчас они сделали именно вот выпустили такие браслетики для олимпиады есть поставлю маленькое маленькое коротенькое видео и всех наших спортсменов девушкам были подавать подарены темно-бордового цвета а мужчина были подарены черного цвета вот эти браслеты и три звезды и все эти три звезды держит наша милда памятник свободы вот поэтому это все из серебра и я тоже все такое кстати хочу мне очень понравилось так что смотрите доброе утро друзья уже снимаю на следующий день я вам вчера поставила про олимпиаду так вкратце да то есть таким простым языком а вот вчера вечером я подписана на александру орлову кстати нашу соотечественницу имеется ввиду те кто у меня из латвы из риги вот она училась во франции и сейчас тоже продолжила жить во франции снимает блоги блогер а вот периодически я ее смотрю и вчера как раз мне было интересно ее мнение она искусствовед вот и она сделала видео где описывает но так как никто не может описать во первых она любит тоже францию и она очень хорошо знает историю искусства франции вот и парижа и так далее поэтому она так детально описала весь символизм олимпиады что действительно простому человеку или человек который никогда не был связан с францией ну многие вещи не были даже как сказать вот даже мне некоторые вещи не были известны то есть я интуитивно понимала что вот это 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 мне очень понравилось что я правильно все понимала все рассуждала и обязательно ребята оставлю ссылку на ее это видео под а вот этим роликом моим потому что это важно посмотрите все те кто кому не понравилось открытие олимпиады 2 2024 и всем тем кому понравилось это очень важно потому что именно так невежды остаются невежды и продолжают хейтить продолжают высмеивать давайте не будем быть невежды и вот посмотрите обязательно этот ролик про символизм каждой детали который был учтен на этой на этом открытии олимпийских игр и еще есть такой момент очень важно прежде чем смотреть на других подумать о себе и те кто хочет знаете чтобы все было как раньше чтобы статуи дискобола да чтобы олимпийцы с лавровых венках чтобы все это ссылалось грецией чисто соревнованиям до мир не стоит на одном месте этого первых а во вторых если уже вы пытаетесь следовать с традициям не надо забывать что в греции в греции когда олимпийские игры были основаны и проходили тоже раз в четыре года останавливались все войны это был закон все войны если вы уж такие у нас праведные и все такие пытаетесь увидеть где-то плохое черное так далее посмотрите в свои глаза